Всем привет! Сейчас к нам приедут гости. Мы решили сегодня приготовить китайское блюдо, называется Hot Put. Это блюдо мы попробовали в первый раз, когда мы были в Китае. Нам оно очень понравилось. Блюдо это не назовешь, потому что там очень много разных продуктов. Просто нарезаются все продукты, ставится это все на стол и посередине, почему он называется Hot Pot, потому что посередине стоит кастрюля. Надо взять кастрюлю огромную, поставить ее посередине, у нас такая специальная печка маленькая, и кастрюля будет вариться, там специальные специи, я потом покажу это все. Эта кастрюля варится и потом потихоньку ставятся туда разные продукты. Что хорошо в этом, вы не стоите три часа возле плиты, ваш стол будет разнообразен, ваши гости будут сыты. И это не просто блюдо, это как вот мы как чайпитие делаем, мы сидим и разговариваем, рассказываем про что-то. Здесь такая же ситуация, вы сидите и потихоньку посередине варится эта кастрюля, и каждый себе вытаскивает и накладывает, что он хочет, и ведем беседу. Но много не буду говорить, лучше покажу. Я так думаю, что для многих это будет что-то новое и может быть интересное. Я надеюсь, что вам понравится, приятного просмотра. В кастрюлю надо налить немного растительного масла, положить крупно нарезанный имбирь и чеснок, немножко поджарить, чтобы вышел аромат чеснока и имбиря. И потом мы добавили туда вот такие пакеты, это уже готовые для хот-пут такие специи, это вегетарианские, а это на мясном бульоне. Специю для хот-пута просто немного нагреть и залить кипятком. И это будет бульон для этого блюда. А теперь я хотела показать, что у нас на столе. Конечно же, можно разные продукты делать, разные овощи делать, это на ваше усмотрение. Варить можно, в принципе, все, но покажу, что мне делать. Айсберг-салат, фасоль стручковая, мясо, у нас говядина и куриная грудинка, это нарезанная зелень с луком зеленым, это японские грибы эноки, это всем знакомые краби-палочки, кабачки, брокколи. Это замерзшая тофу, это свежая тофу. Замерзшая бывает немного по консистенции тверже, поэтому на любителя это мягкая, это твердая, свежая, мягкая. Картошка нарезанная такими шайбами. Грибы, у нас шампиньоны. Грибы я точно не помню какие, а потом напишу, как они называются. Название точно не знаю. Это соевый соус. В каждом китайском блюде бывает вот этот вот соус. Соус моллюска или аустанзо соус. И, конечно же, большое количество чеснока. Перед тем, как мы сядем, за 10 минут мы закидываем мясо, потому что мясо нужно чуть-чуть дольше вариться, а овощи, они варятся пару минут. Наш сол готов. Теперь иду звать гостей. За этим блюдом обычно просиживаем часа два, потому что мы общаемся, никуда не спешим, а кастрюля варится. Все овощи варятся очень быстро, поэтому долго ждать не надо. Самое главное в этом блюде это, конечно же, соус. Свою тарелку соуса каждый делает по своему вкусу сам. В чашечку ложим продукты один за другим. Чеснок, кинзу, зеленый лук, кунжут и, конечно же, соусы. Соевый соус, кунжутовое масло и соус моллюсков. Все, тарелка с соусом готова. Осталось только добавить наваристый бульон с кастрюли и это ваш готовый бульон, куда вы будете ставить мясо и овощи. Во рту происходит взрыв вкуса. Вкус пикантный, острый и очень насыщенный. Это блюдо очень красивое, аппетитное и очень вкусное. Ну вот и все, дорогие мои друзья. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео и вы узнали что-то новое и что, может быть, вы приготовите это на первый взгляд трудное блюдо, но на самом деле это очень легко и очень-очень вкусно. Я всем вам желаю всего самого наилучшего, здоровья вам, терпения и успехов во всех ваших начинаний.